Дороги прям остановиться я не могу. Какая это красота! Такое сочетание! Всем привет! Я хотела вас от сердца поблагодарить за ваши слова добрые, за поддержку такую все-таки сильную. Это дало возможность задуматься, подумать, что можно изменить на канале. Тем более в это время пока мы с прогулками и путевками никак. Ну и в итоге выходит на то, что на этом канале немного больше. Теперь будет все-таки всякого по чуть-чуть, так скажем. Личную жизнь также я, конечно, не буду снимать. Но помимо этого мы занимаемся, конечно, еще другими делами. Сегодня мы были в магазине и немного засняли как бы такой холл про магазин action. С этого и начнем. Ну, а в будущем у меня возникло уже несколько идей, чем бы я хотела еще поделиться. Всякие подделки, вечерняя рутина, немного как бы сказала бы я о своем женском. Поэтому буду рада, кто будет с нами. Желаю всем здоровья, счастья, пока! Приехали в магазин action в субботу. Первый раз такое видим. Здесь видать какое-то количество людей только впускают, и такая очередь. Ой! Мы ездим по магазинам. И во все это время пандемии я ничего говорить так шибко об этом и не собиралась, потому что каждому решать за себя. Но сегодня просто такое случилось, что вот я такая злая была, вы не представляете. Когда тема насчет детей идет, мы были в индустрии гибит, это как бы где очень много магазинов. Девочкам надо было в туалет. Конечно, уже знаешь в каких магазинах, если что, можно в туалет сходить, но вы не представляете. Я забежала с ними в ДМ. Там наклейка, что сломанный типа туалет, дефект. Потом мы начали уже суетиться, где следующий туалет. Побежали. У нас там есть шпаркасса, и там внутри сразу как булочная, бекарай. Там как бы тоже туалеты есть для всех. Забегаем туда. Там табличка висит, что во время коронавируса мы закрыты и неизвестно типа до скольки. Или на какой период. Я подбегаю к женщинам, которые продают хлеб, булочки. Я говорю, и что мне теперь делать? Говорю. Детям надо в туалет. Я говорю, что им теперь в штаны, что ли, или что? Ой, ну сейчас закрыто. Короче, вообще никакой помощи. Начали мне там, ну что, типа в Микдональдсе, может быть, есть. А не, он тоже закрытый. Ну, может быть, тогда врыто в магазин. Короче, они сами не знают, где мне теперь магазин, туалет искать. Начали просто... Вообще, вот вы не представляете. Это такая ситуация, где думаешь, ну, детей-то они должны пустить где-то в туалет или нет? Да. Сегодня будет маленький холл из магазина Экчен. Чё, мы всё купили. Начнём с вон того стола, то сын уже не может дождаться его раскрыть в его комнату. Взяли такой столик. В нём часы. Вот так вот выглядит столик. Сейчас его ещё Дэвид скрутит. Цены я вам в уголке где-нибудь потом напишу. Всё, вместе мы отдали. 95 евро. Как всегда заходишь, кажется, вроде всё по мелочам и всё дёшево. Но в сумме потом и барашонка. Ничего обычного, немного сладости. Пару таких каких-то игрушек маленьких. Песочек такой интересный. У нас уже был такой, но этот. Взяли ещё. Девочки себе выбрали, так как они в разных комнатах теперь. Каждая взяла себе. Такие для кукол их маленьких. Мебель. Мебель. Бочка вывалилась у нас. Я такую игру, кстати, знаю. В большом формате. Эта такая маленькая, можно с собой взять. Надо повторять, что он показывает. Всё, я уже забыла. А я знаю. Ну-ка. Молодец! Ура! Помните-ка, тут ещё немного для ремонта то, что всегда надо. Мне понравились вот такие вот свечки. Взяли девочкам. Вот такое я добавляю всегда в стиральную машину, чтобы вещи долго пахли. Немного креативного взяли. Рисовать. И, ну, я придумала немного, что хочу с девочками и с сыном. Картинки какие сделать. Для этого мне понадобится вот это. Тапочки всегда нужны. Сковородку я взяла под яички. У нас только всегда большие сковородки, маленькие не хватает для зажарки. Эти вот печеньки очень вкусные. Кто ещё не пробовал, попробуйте. Вот. Зачем мы вообще-то ездили в экчен? Это за рамками. Я девочкам заказывала картинки на стенку. Вот они пришли, но для них нужны ещё рамки. Отличные контейнеры. Или органайзер, как они называются. Всегда прибавятся тоже в шкафах. И вот такие вот подушки. Они так подходят как раз по цвету к нашему покрывалу дневному. Дневному. Они были разными цветами. Там было три, как я видела, или даже четыре. Был жёлтый, по-моему, оранжевый. Такой вот. И вроде ещё темно-синий лежал. Я что-то как-то даже не разглядывала, потому что я эти увидела, думаю, ай, прям как раз под наш цвет и взяла. Вот оказалось и самой интересной игрушкой из всего, что мы купили. Вот для чего нам нужны были эти рамки. Посмотрите, какие сладкие. Кому интересно, я купила их в Амазоне. Могу ссылочку оставить. Могу ссылочку оставить. КОНЕЦ